Деконструкция саентизма. Так, а полностью заказано? Да, заказано полностью. Деконструкция саентизма, друзья. Что? Куда? Посвятил разбору роликов Трэш Смэша и его мотивациям, что, пожалуй, пришло время разобрать не его самого, а его зрителей и феномен научпопа как таковой. Проблема заключается в том, что саентисты не только научпоперы, сам док часто апеллирует к научным статьям и верит в их результаты. Наиболее опасный вид саентистов это как раз сам док. То, что люди религиозно верят в науку, поклоняются ей, но это еще такое себе. Предположительно, есть два типа зрителей научпопа. Те, кто хочет знать больше о мире, в котором они живут, и те, кто хочет приобщиться к умным, обладать знаниями умных, быть неотличимы... Не согласен с высказыванием о том, что это такое вот. 1,25. Не согласен, что есть только две группы людей, вообще деление на любые группы людей, знаете, это чисто мыслительные операции. Умных. Для того, чтобы считать их остальных тупыми. По мере того, как этот рынок рос, контент стал формироваться спросом, склоняя... Понимаете, что еще очень опасно? Что самые главные передовые сиентисты, типа ученых, вроде Бояршинова, там, и Алипова, или, может быть, даже Дока, они не хотят называть себя сиентистами, они пытаются себя снять, этот ярлычок. Как бы, нет-нет-нет, вы боретесь с этими плохими научпоперами, вы не наш оппонент, Александр Шадов, там, или другие антисиентисты. Нет-нет-нет, ни в коем случае. Мы должны спрятаться, спрятаться. Как тебе стихи, прозы и лекции Дмитрия Быкова? Стихи плохие, лекции не читал, и прозу тоже не читал у Дмитрия Быкова. Стихи, ну, скорее, ироничные, знаете, такие вот, и не более того. Шадов, ты считаешь, что наука должна конкурировать с другими религиями? Она конкурировала, и она победила. Вот что я считаю. Самая популярная религия сейчас, это наука, потому что она преподается в общеобразовательных школах и университетах. Наука победила все религии, которые сейчас существуют. Ну, это хорошая религия. Это хорошая религия с хорошим философским базисом, и в рамках этой религии ведется очень жесткая философская работа. Не только философская, проверочная работа, работа, в которой опыт проверяется, в которой проводятся опыты. Проблема заключается в том, что все эти опыты и вся эта практика каким-то образом монополизируются наукой, и другие философские направления не имеют к ним никакого отношения, и поэтому они не могут заниматься натурфилософией, потому что все, все. Натурфилософы-то не могут иметь отношения ко всем тем практическим благам, ко всем тем наблюдениям, к которым отношения имеют ученые, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, философы непосредственно вынесены за скобки. Нет, они не профессионалы, они не могут работать с технологиями, технологии только для ученых. Это чистая монополия, друзья, это чистая монополия, она религиозная, она носит методологический характер. Нехорошо, нехорошо. Ведетели к тому, чтобы создавать материалы преимущественных... А вот док сейчас будет нападать на научпоперов, ведь научпоперы-то, это, конечно же, это большое зло внезапно, да, это прям огромное зло. Преимущественно для первой, или преимущественно для второй группы. Первых я бы назвал... Может, дебаты на эту тему? Ну, можно. Whitehead, то есть деятели в белых колпаках. Whitehead? Как? Вторых? Blackhead. Соответственно, в черных. Король Whitehead. Знания. Король Blackhead. Авторитет науки. Если наука это религия, то что делать с учеными-христианами и учеными-мусульманами? Алекс Вандал, понимаете, в чем дело? Наука не касается метафизических вопросов, поэтому она совместима с некоторыми религиями. Вот все. Шадавизм, например, как религия, ну, как будущее, может, когда-нибудь религия, когда-нибудь, это та религия, которая совместима со всеми возможными религиями. Вот. У меня такой план был, так и создание такой религии. А вот... Замечательными учеными-христианами, ну, это не проблема. Здесь нету противоречия радикального, как минимум. Я имею в виду позиционирование науки как нечто, обладающее авторитетом само по себе, как некоторая возвышенная деятельность, дающая... Ты сам апеллируешься тем... ...орел непогрешимости. Первые стараются рассказать тебе что-то новое, принести и объяснить что-то с переднего края науки. Вторые рассказывают то, что и так большинству известно, вечно борются со всем ненаучным, мотивируют и борьбу тем, что ненаучное, ненаучно. Может сложиться впечатление, что наука представляет собой склад максимально достоверных истин, откуда научпоперы извлекают готовый товар и просто красочно его упаковывают. Что же не так с этой метафорой? Ну, во-первых, науки за последние полвека стало слишком много. Согласен. Здесь согласен. С доком наук очень много, и большая часть из них не имеет вообще никакого смысла, никакого познания не несут. Это просто писательные системы чего-то там. Причем это что-то там может быть вполне так себе несуществующим объектом. Вообще нигде. Вообще ни в каком смысле даже. Всем понадобилась недешевая... Наука довольно эзотерическая фигня, согласен. Сложно сказать. Очень много народа ей непосредственно занимается. Да, безусловно. Я говорю о порядке чисел в 30 тысяч научных журналов и 2 миллиона публикаций в год. Да. Все это говно проверять просто невозможно. Научное сообщество не успевает поглощать и перерабатывать такой объем. Это никто и не читает, как бы. То есть давайте будем честны, например, русские журналы по большей части не считают даже те, кто в них публикуется. Вот по большей части. Это характерно и для философии той же самой и для чего угодно. А зачем люди в них печатаются? Чтобы формально отрабатывать свои денежки. И они обязаны в них печататься, чтобы у них было определенное количество статей в год. У них финансовая мотивация печататься в этих статьях не интеллектуальная, не интеллектуальная ни в коем случае, а финансовая. Современная наука. Заебись, как бы. Который удается произвести. Существующая система, опирающаяся на количество публикаций, как на критерий успешности. Количество публикаций плюс количество ссылок. Где твои статьи можно почитать? Друзья, в группе Александр, не знаю, Сминог бесконечности, там что-то у меня есть. Храма Сминога бесконечности. Заходим в большое меню. В меню написано статьи и научные статьи. Просто статьи можно прочитать здесь, а научные статьи можно прочитать здесь. Здесь диссертация, автореферат, статьи, ВАГ, все есть. Все 15 штук. А русские журналы про точную науку? Ну, честно говоря, точно сказать трудно. Трудно сказать. Но ссылки идут по преимуществу, по такой линии, что мы цитируем прежде всего своих знакомых и каких-то самых топовых специалистов. Это как-то так идет, к сожалению. Почему атеисты в основном сайентисты? Потому что сейчас научный сайентизм очень сильно прокачался. Их очень много. Потому что атеистов-сайентистов через дефис очень много сейчас стало. Благодаря определенного вида пропаганды, в том числе Докинзам, например, тем же. Панчин, Докинз. А кто еще из атеистов нормально, в общем-то, прокачивается и что-то, в общем-то, распространяет? Я же Сармат, но я же Сармат сайентист на самом деле, как ни странно. В худшем случае фейковых. Да, большинство статей состоят из максимум 10 страниц с картинками, списком литературы по такому количеству инфы и не проверишь достоверность даже если захочешь. Да, этих публикаций невероятно много и одновременно с этим их нихера не проверишь. Просто пишешь по форме нужные статьи и, скорее всего, ну, их даже подбивать не имеет смысла под реальность. ...исследований. Так, например, чтобы показать несостоятельные существ... Приветствую, Кирилл Ким. ...систующие системы трое ученых с августа 2017 года отправляли бессмысленные... Так. Блядь, интернет падает. У меня интернет что-то прыгает вверх-вниз, я не понимаю, почему. Александр, только сильно не критикуйте хттпс с двоеточие слеш слеш www.youtube.com слеш V равно ДУСП 08 ИЛЬЁТ Ум. Спасибо, император Троян, да я сам-то не знаю, как последовательно читать духовные книги, постараюсь сильно не критиковать, если я вспомню к тому моменту, что надо это не сильно критиковать. Продолжаем смотреть ДОК и замечательно, а то мы его не досмотрим. Блин, почему интернет? Есть фабрикованные исследования в значимые рецензии. Да, Ежи, Саентист и Ничанец одновременно, хотя Ничи далеко не Саентист. Это правильно. Ахм... 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 У атеистов таких, знаете, по просвещенческому типу есть одна большая проблема. Они, в общем, у них есть страх веры, они боятся признать, что они верующие люди, понимаете, вот у них большой страх. Нет-нет-нет, мы ни в коем случае не верующие, ни в каком смысле мы ни во что не верим. Да, у нас есть убеждение, но мы ни во что не верим. Нет-нет-нет-нет-нет, ни в коем случае. Это страх веры. У меня нет любимых стилей, цветов и так далее. Ничи действительно писал Заратустру, когда книга Дарвина была популярна, но Ничи критиковал непосредственно дарвинистов. С другой стороны, он признавал эволюцию, судя по всему, но в каком-то определенном мистическом смысле, если не мистическом, довольно странном смысле. Ну, то есть Ничи действительно полагал, что человек произошел от обезьяны. Как ни странно. Ну, вот и все. Здесь сложное, сложное, в общем-то, сплетение смыслов. В общей сложности, три у ученых пранкеров подготовили 20 работ, которые были отправлены в лучшие журналы по своим темам. Семь из которых были приняты, еще семь не успели принять, так как ученые сознались в подлоге, шесть работ были отвергнуты. Среди выдающихся работ меня особенно посмешила такая. Почему гидросексуальных мужчин привлекают женщины? Здесь надо понимать, что работы включали в себя не только абсурдные темы исследований, но и откровенные ляпы в методологии и неправдоподобные методы. Но кроме политической и идеологической ангажированности существует еще проблема погони за сенсациями. История науки знает немало примеров. Одним из наиболее ярких была мистификация с останками так называемого пилдаунского человека, выдаваемого за то самое недостающее звено в эволюции человека. 40 лет уч... Проблема Дока сейчас заключается в том, что он приводит конкретные примеры каких-то научных ошибок и недостатков. Конкретные фактические примеры, это, конечно, прикольно, но... Какой-нибудь товарищ Добояршинов сразу вам скажет, а вот в основном здании науки, в основном здании науки какие проблемы? Может, там что-то неверно? Да, там может быть тоже что-то неверно. Знаете почему? Потому что методология науки может быть изначально не предназначена для познания реальности, может быть. Непонятно почему. Мы можем попробовать это объяснить разными способами. У меня есть множество аргументов, правда, сейчас я их озвучивать не буду, но... А копать в методологию более основательно, чем копать в какие-то факты ошибок. Ну, ошибки, ошибки. Ученые не могли прийти к согласию, пока в 1953 году факт подлога не был уверенно установлен. Да, в Эсэхоуму Ницше говорит, что не верит в эволюцию в научном понимании, но свое понимание изменения видов у него так или иначе есть. Рассказываю. В 1912 году археолог-любитель находит останки древнего человека, о чем сообщает в отдел геологии Британского музея. Тамошний босс вцепился в находку и провел лето на месте раскопок. Затем реконструировал череп, дал название новому виду человека и понес историю в прессу. Пару недель спустя лондонское геологическое общество объявило об открытии мировому сообществу. Показательно в этой истории то, что с самого начала были видны противоречия, которые заставляли сомневаться в подлинности находки и в истинности гипотезы об открытии нового древнего человека. Но палеонтологи Британии предпочли закрыть на все это глаза, чтобы покрасоваться перед коллегами из Франции и Германии. Со слов Майлза Рассела, автор книги «Пилдаунский человек. Секретная жизнь Чарльза Доусона и крупнейшая мировая археологическая мистификация», никто из сопричастных не провел соответствующих проверок, чтобы обнаружить искусственное химическое состаривание. Научное сообщество само себя вергло в обман на целых 40 лет, долгое время не принимая во внимание голоса немногочисленных скептиков. А ведь здесь мы говорим о материальных вещах, объектов физического мира, поддающихся анализам и тестам с достоверными и однозначными результатами. Я не верю, что существуют тесты с однозначными и объективными и так далее там результатами. Например, понимаете, в чем проблема Дока? Он верит, что они существуют, что все это можно подтвердить. Нет, нельзя. Это так не работает, скорее всего. А если работает, это надо доказать. Этого никто не доказывал никогда. Мы не можем... Мы не можем узнать ничего о Пилдаунском, этом замечательном человеке, потому что, судя по теории, он жил, должен был жить. Просто, не знаю, огромное количество лет назад. Миллионы лет назад, допустим. Миллионы лет назад должен был жить этот человек замечательный. Мы ни в коем случае не можем переместиться на миллионы лет назад. Ни в коем случае. У нас есть очень-очень-очень странные представления о том, как работают законы природы и о том, как они работали на протяжении всего существования Вселенной. Хотя мы этого не видели. Мы не видели. Мы придумали эти законы вот так вот из головы внезапно на протяжении определенного развития нашего философского. Придумали их. Вот щелчок придумали и начали распространять их на весь мир вперед и назад по времени. Прекрасно, замечательно, круто, но это сомнительно все равно. Согласно мета-анализу 2000... Да, он критикует науку с довольно сиентических позиций, ну и ок. Ну, это ок, это, конечно, прикольно, но это не сомнение в науке, это не критика, это догматика. Это все та же догматика, все та же, да... Это все та же, в общем-то, все тот же сиентизм, все та же любовь к науке. В 2009 году около 2% всех научных публикаций являются сфабрикованными, где подтасованы исходные данные или подобный нужный результат. Так, так, что тут? Как вы заебали. То не критикуй, здесь положительные отзывы хочу, как бы. Хорошо, будут положительные отзывы, будем хвалить тебя. Я же тебя критиковал, говорю, что ты тупой школьник, а я буду говорить, что ты умный школьник. Это число можно поднять до 33%, если включить сюда сомнительные исследовательские практики. Чтобы это было нагляднее, вот... Почему придумали? Они же как-то определяются по коррозиям и прочей всякой костями. Ну, углеродный анализ, например. Чтобы углеродный анализ работал, знаете, что нужно, Маркус? Нужно быть уверенным в том, что законы природы на протяжении всего существования нашего мира были приблизительно одинаковыми, а лучше вообще точно одинаковыми. Если углеродный анализ, который позволяет нам предсказывать возраст тех или иных находок с помощью распада углерода, работает не так, как представляют ученые, ну, например, законы природы менялись, или какой-то скачок происходит там, не знаю, в распаде углерода, или что-нибудь там еще магическое происходит, что ученые пока не могли заметить, ввиду того, что они изучали этот гребаный углерод в течение, ну, в лучшем случае, нескольких столетий. В лучшем случае, нескольких столетий. В лучшем случае. Если вдруг получится что-то вот такое странное, такое вот невероятное, там произошло, смена законов природы внезапно, когда-то произошла, по каким-то причинам. Все углеродный анализ становится непригодным сразу. Значит, все данные предсказаний ученых оказываются ложными автоматически. Это вот такое небольшое допущение, мы, знаете, делаем. Одно небольшое допущение, которое крушит практически всю научную методологию. Друзья, простите, пожалуйста, мы ненадолго выпали из интернета. Ай, блядь, как меня заебала эта хуйня. Интернет что-то не пашет. Я не знаю, что делать. Надо валить уже отсюда нахуй. От список известных упали и вернулись, отжались и продолжаем. Простите, пожалуйста, продолжаем. Мы, я здесь, я вернулся. И фактически установленных обманов в науке. Где выход копали? В Википедии. Этот список по сей день не является полным. Ссылочка на него будет в описании к видео. Обратите внимание, что за каждым пунктом в списке может скрываться фальсификации в сотнях работ. И теперь, зная все это, посмотрим на слона, который затаился посреди этой комнаты. Имя этому слону кризис воспроизводимости. О, да, кризис воспроизводимости, да, очень страшно, очень круто. Ну, кризис воспроизводимости — это не самая большая проблема науки, потому что самая большая проблема науки — это вера в эмпирический метод и естественную установку, друзья. Вера в естественную установку позволяет нам просто критикой естественной установки отвергнуть всю науку. ...покованных в уважаемых и ратензируемых журналах не удается повторить. Экспериментатор, который берет данные из опубликованной работы, не получает предсказанные ею результаты. Я думаю, ты меня сейчас услышал, но пропустил мимо ушей смысл сказанного. Ну, то есть, Бояршинов здесь, у вас есть любимые мультики? Да, есть множество любимых мультиков, я вообще очень люблю мультипликацию полнометражную. Даже, не знаю, трудно выделить какой-то один самый крутой мультик из последних, которые я смотрел и которые мне понравились, это, безусловно, мультик «Головоломка», он хороший. Но есть множество других мультиков, которые мне нравятся. Это настолько мысль абсурдна, настолько далека от того, что мы привыкли ассоциировать с наукой, что я повторю. Ну, то есть, смотрите, это не самый... Ну, подумаешь, да, допустим, 40% научных работ при, в общем-то, повторении не работают, не работают. Ну и что, это полная херня, потому что основное здание науки, как говорил Борис Сергеевич Бояршин, «А что там сомнительно? Вот там же все проверено, там все хорошо, там все круто, он говорит». И он действительно прав по методологии науки, там все правильно, там все хорошо и там все несколько раз проверено. Кризис воспроизводства касается таких вот статей, таких проблем более-менее частных, более-менее, там, не знаю, неважных для науки. Ну, в общем, ребят, насрать. На это все досрать, это не самая главная проблема науки. То есть, так критиковать науку, ну, кризис воспроизводства может быть исправлен. А вот относительно методологии уже все сложно. Ее особенно четко. Большинство работ, если их пытаться повторить, не дают того же результата. Какой ужас. Да, да, да. Такая проблема заключается в том, что большинство так называемых наук науками-то, по сути, не являются. То есть, это какие-нибудь практические науки, медицина, не знаю, что-нибудь еще, что методологически отличается от теоретической физики, биологии фундаментальной. То есть, вот когда мы берем такие науки, вот они реально науки. Они реально науки. И в них реально научная методология. Методология других дисциплин уже будет отличаться от них. И нам на самом деле очень мало важно, там, не знаю, прав какой-нибудь медик там или не прав. Однажды поправят или не поправят. Что, по-твоему, практические науки это применение... Что такое практические науки, получается? Практические науки, они направлены прежде всего на извлечение некоторой определенной практики. Определенной практики, техники какой-то, технические науки, либо медицины, медицинские науки. Они следуют за какой-то пользой, во-первых, прежде всего. Но при этом для обоснования вот этой самой пользы, для обоснования методов, с помощью которых достигается эта польза, они используют наукометрическую определенную форму. То есть определенная научная форма исследования там ведется, соотношение с научными теориями там есть, но это не значит, что без научных теорий достичь тех же самых практических достижений было бы невозможно. Да, исторически так сложилось, что именно с помощью науки они были достигнуты, но это не значит, что не могло сложиться по-другому. Вот все. Здесь все тоже очень просто. Джон Иоанн Нидис, автор нашумевшей статьи на эту тему, подсказывает, как можно заподозрить исследование в том, что оно содержит неверные результаты. Среди прочих, Джон называет личную заинтересованность исследователя. То есть, когда феминистка ставит эксперимент на тему, насколько мужики козлы, есть большие сомнения в том, что результаты будут достоверны. Что ж, окей, как видите, на фабрике знания производят много брака, на первый взгляд неотличимого от качественного товара. С задачей отделить одно от другого не справляются даже специалисты в своих областях. Какие уж тут надежды на научпоперов. На помощь в установлении того, что же считается позицией официальной науки, приходят научные организации. Самые умные, честные, авторитетные ученые собираются... Ой, умные и честные, авторитетные. Это всегда совпадает. Самые умные, честные, авторитетные. Это всегда так. Это три столпа крутого ученого. Умные, честные, авторитетные. Никогда ни один из пунктов не выпадает. Что же должно быть представлено мировому сообществу, человечеству, как установленная истина? О, да. Это не праздные вопросы. От таких решений зависит, что мы едим, чем и от чего нас лечат. Ну, это, кстати, не научные вопросы, как ни странно. Ну, то есть, это практические вопросы. Что мы едим, чем нас лечат, это не наука. Какие технологии используются от каких-то... Да, да, технологии это тоже не наука. Простите, конечно, друзья. Оказываются, у таких организаций есть превалирующий авторитет и их решение... Проблема, конечно, может заключаться еще и в том, что некоторые практические достижения тоже, как бы, ложные. Не имя научных. Да, но Нобелевку дают именно таким. Но Нобелевка по преимуществу не научная премия, честно вам скажу. Научная истина становится признанной научной истиной. Американская психиатрическая ассоциация как раз одна из таких. На нее уже не один ролик ссылается трэш-смэш, говоря о том, что научное сообщество признает гомосексуальность нормой. Я расскажу, как не норма стала нормой. В 1970 году на ежегодном съезде членов организации собралась... Да, да, да. Гомосексуальность это тоже такой важный для науки, знаете, вопрос, я не представляю. Вообще просто вот... Кто бы мог подумать, да? Гомосексуальность. Прям вот, не знаю, сидят такие Эйнштейны, Ньютоны и думают, блин, а гомосексуальность это норма или не норма-то? А давайте попробуем фальсифицировать это как-нибудь, если это норма. Норма. Допустим, мы создали теорию, там, гомосексуальность это норма, давайте ее фальсифицировать. А как мы ее фальсифицируем? Непонятно, интересно. Вы хотели бы, чтобы про вас и Веронику Степанову сняли мультик? Да, хентай можно. Для протеста стала информация, что ведущие исследователи предъявляют доказательства того, что гомосексуальность является патологическим состоянием. Дипломатом между активистами и учеными выступил Роберт Спитцер, предложивший компромисс. Он изменил свое мнение о гомосексуальности, потусовавшись с гейпа, как называли гомосексуалов среди членов Американской психиатрической ассоциации. Впоследствии эта группа стала известна как Ассоциация геев и лесбиянок в психиатрии. Роберт предложил исключить гомосексуальность из списка психиатрических расстройств, заменив на нарушение сексуальной ориентации, с указанием критерия, что подобное состояние диагностируется при условии, что пациент недоволен своей ориентацией или он от этого испытывает стресс. Однако само по себе исключение из списка заболеваний не предполагало рассматривать гомосексуализм как норму. В официальном заявлении Роберт акцентировал на этом внимание, написав «Не вызывает сомнений, что активисты расценят это как признание гомосексуальности такой же нормы, как и гетеросексуальность. Но будут неправы. Исключение гомосексуальности из сперечни заболеваний означает только лишь то, что это состояние не попадает под определение болезни». Ну то есть док хочет сказать, что это все-таки болезнь, да, или отклонение. Это неправильно. Типа по политическим причинам убрали гомосексуальность. Все, гомосексуалисты больные, больные и сумасшедшие люди. Окей, прикольно. А как это доказать, как это подтвердить? Это не из головы выдумано, так же, как и отказ от, как и вынесение из сперечни или нет? Что вообще такое гомосексуальность? Как ее потрогать, как ее ощутить? Что это за объект реального исследования? Как вообще гомосексуальность можно исследовать в прямом смысле научно? Если она практически всегда уникальна, универсальна, субъективна. Интересно, каков же объект исследования гомосексуальности? Это в любом случае не отношение каждого отдельного мужчины или женщины к другим мужчинам или женщинам, потому что такое наука исследовать в принципе не может. Значит исследуется абстрактность и по какой-то абстрактной статистике. Очень интересно, очень научно и, конечно же, очень касается темы... А, блядь! Блядь! Сука, ебучая мразь! О, хуя! У меня опять немножко упал стрим, да? Я там очень хорошую умную вещь говорил, а в итоге все слилось. Мы никоим образом не выносим суждений о самой природе гомосексуальности. Да-да-да-да, что такое гомосексуальность, так и непонятно. Что, как ее ощутить, где ее потрогать? Что это? Джон Дой, ощутить-то ее легко, но само по себе это абстракция. А как насчет нейрофизиологии, это херня тоже. Ну, то есть нейрофизиологи пытаются соединить мозг, мозг-физический объект, с абстрактными различными сущностями, понимаете? Вроде гомосексуальности. Что такое гомосексуальность? Где она обитает? Как она... Ну, как проявляется, понятно, что мы называем гомосексуальным, но это абстракция. Это абстракция, просто говоря. Честно говоря, это просто абстракция. С ней трудно работать объективно. Роберт назвал гомосексуальность необычной формой сексуальности. Мы можем с помощью таких абстракций фиксировать вообще все, что угодно, где угодно, в любой, там, не знаю, дислокации, в коре головного мозга, в генах, там, не знаю, в медвежьем анусе можем фиксировать различные факты. По рисунку, не знаю, медвежьего ануса можно там определять, там, гомосексуалист, медведь не гомосексуалист, там, не знаю, может быть он имеет отношение к каким-то метафизическим организациям непонятным и так далее, и так далее, и так далее. А как отличить абстракцию от неабстракции? Предмет. Когда я говорю, там, не знаю, дай мне бутылку. Предмет один, он, вот. Я показываю на нее пальцем, вот бутылка, это неабстракция. Когда я говорю, дайте мне 200 бутылок, это абстракция. Потому что я еще даже не сказал, какие это бутылки, что с ними, что на них даже изображено. И в этот список каких-то там бутылок могут попасть вообще любые бутылки. Если я скажу, дайте мне там 20 бутылок Елизавета. Это не значит, что человек даст мне определенные 20 бутылок Елизаветы. Это тоже некоторого рода абстракция. А есть очень сильная абстракция. Например, гомосексуальность. Гомосексуальность, где она? Что? Что? Дайте мне гомосексуальность. Что? Где? Существуют единичные акты гомосексуальные. Например, существуют. Но здесь все тоже крайне сложно. Человек не то, чтобы, знаете, каким-то там духовным образом впитывает в себя гомосексуальность. Или не то, чтобы она у него в генах там проявляется, и она такая гомосексуальная вся. И у него становятся гомосексуальные гены, и кора головного мозга тоже там написано. Гомосексуалист на ней. Нет, такого тоже не происходит. Все куда сложнее. У каждого отдельного человека все значительно сложнее, чем такая дурацкая абстракция. Сказать, что бутылка абстракция? Ну, отчасти да. Отчасти да, но с бутылки проще, мы на нее указать можем. Гомосексуального развития. Суп оптимальный, чтобы это не значило, в сравнении с гетеро. Такое решение, впрочем, не устроило ни активистов. А, кстати, Бояршинов вроде православный и сэнтист одновременно, это как, ну, противоречия здесь особо сильного нет. Бояршинов, видимо, верит в то, что до большого взрыва непонятно что было, и вот, наверное, это был бог. Которые были разочарованы, что гомосексуальность оценена столь низко. Не ведущих... А может быть и бозон этого, как там его, бозон Рыбникова, то есть всерод. Психиатров, которые посчитали, что бюрократы в АППА прогнулись под политику. Затем была попытка пропихнуть решение, которое привело к голосованию. Голосованию Карлу, где члены АППА отдавали свой голос в пользу исключения или против. В итоге решение было принято голосами 58% голосовавших. Этот момент считается поворотным в судьбе АППА, которая слезла с науки и пересела в политику. Некоторые коллеги спрашивали Роберта, почему же он не убрал и другие сексуальные расстройства и спинничные... Не, ну просто, ребята, гомосексуальность не является физическим объектом. Как минимум. Как минимум. Исследовать ее довольно трудно. В этом смысле исследовать ее трудно. Она проявляется через определенные акты половые, а иногда нет. Иногда через влечение только. Не обязательно совершать половой акт с представителем своего пола, чтобы при этом быть гомосексуалистом. Можно хотеть заняться, там, не знаю, этим половым актом, не знаю, с человеком другого пола. В рамках жизни одного человека такие желания могут быть крайне трудно оформлены. Очень сложно представляться. Наука не может работать с такими материалами, поэтому ей приходится обобщать и работать с абстракциями. А самой гомосексуальности как таковой не существует. Это не что. Это просто ничто вообще, ее нет. Как и гетеросексуалисты, кстати. Заболеваний. На что он сказал, что носители этих расстройств не столь хорошо организованы и многочисленны, чтобы заставить аппа это сделать. До этого момента мы говорили об... Можно более конкретный пример с практическими науками. Типа, если мы исследуем внедрение гена в организм, это фундаментальный вопрос. Если вы практически это делаете, пытаетесь внедрить ген в организм, это не фундаментальный вопрос. Это практический. Вопрос о том, что такое ген, как он работает, что он из себя представляет, на самом деле, вот это уже более фундаментальный вопрос. Нет, даже когда это не применяется в промышленных масштабах, это все еще как бы практикой может быть. Ну, например, вы создаете лекарство, доказываете, что оно работает. Это все еще практическая наука, вы доказываете, что оно работает. Но работает оно тоже по практическим критериям. Критерии проверки своеобразные. Ну, проблема Дока заключается в том, что он сам сайентист и пытается как-то это, в общем-то, сказать, нет, я не сайентист, нет, 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 но наука клево, но нет. Ученых о непосредственных участниках процесса производства знаний. Здесь уровень сомнений к имеющимся знаниям в достаточной степени высок, чтобы... О, да, очень высокий уровень сомнений к имеющимся знаниям. Гравитация есть, нет, эволюция. Исследования вообще проводились. Сомневаться и перепроверять необходимые качества... Эволюцию будем перепроверять, нет? ...людей, занятых научным трудом. Вообразите себе ситуацию, что вы предъявляете... Север никогда не видел, что вирус что-то кому-то внедряли, простите. ...ученому ссылку на научную публикацию, скажем, опровергнутую на данный момент эволюцию Ламарка. И ученый принимает это как... Ну, целый, главный аргумент эволюции на данный момент это действительно генетический. Просто проблема генетических наук заключается в том, что они все еще довольно фундаментальные, то есть абстрактные. Поэтому тут такое. И в этих науках еще трудно разобраться. То есть представители других дисциплин, например... Да, про это уже было, про это уже было, да, согласен. Продолжаем. Как истину, не пытаясь усомнить... Но немного. Дарвин сворачивает свои исследования, ведь ему скинули проф, и ученые доказали. Абсурд. Ученые даже в рамках своих дисциплин готовы сомневаться не то, что в научных публикациях, вообще во всем, лишь бы было за что зацепиться. Да-да-да, было за что усыпиться. Теория эволюции, гравитация, не знаю. Большой взрыв, может быть, там никто не сомневается. Не знаю, о том, что весь мир там естественный, по преимуществу. А то, что законы очень резко меняются, не меняются никогда, еще чего-нибудь. Не знаю. В фактах они сомневаются, в трактовках фактов общеизвестных. Почему это общеизвестные факты тогда, если никто не сомневается? ДНК это не абстракция, ДНК это кислота, ее потрогать можно. Да, но сам состав ДНК это абстракция. Молекула абстракции, Джон Дой. Молекулы вы потрогать не можете, в прямом смысле. Кислоту можете, а молекулы не можете. Что делают журналисты, желая рассказать читателям о последних достижениях? И атомы не можете потрогать. Науки. Они уничтожают сомнения. Наука превращается в конвейер фактов, доставляемых к просвещенному... На самом деле, отчасти даже клетки это абстракция. Клетки больше, чем ДНК, но они сами по себе абстрактные. Люди не понимают, на мой взгляд, что это такое. Ну, как на мой взгляд? Скорее всего, не понимают. Потому что, когда смотрим в микроскоп, ну, там что-то происходит. Непонятно что, но что-то там происходит. Обывателю. Беда здесь в том, что даже эти факты... Генетик Флот сам настоящий скептик, видимо, был в детстве. Факты употребляются не в первозданном виде, а через интерпретации журналистов. А в науке факты употребляются в первозданном виде, то есть ученые не обрабатывают эти факты в соответствии с доминирующими теориями, или это как бы... Или это просто факты. Факты просто берут и появляются, и все, как бы. Нет, это не трактовку проходят эти факты, не объяснение в соответствии с существующими теориями, в соответствии с существующей терминологией. Разве нет? Разве это не так происходит в науке? Разве сами-то ученые первозданные факты нам презентуют? По-моему, только в феноменологии возможно каким-то образом получить доступ к первозданному факту, да и то вопрос в том, как этот факт первозданный кому-то передать. По-моему, феноменологи до сих пор не придумали способа передать кому-то первозданный факт явления. Но то, что-то нам явилось... И как это описать для другого? Непонятно. 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 Ну, то есть, в феноменологии, да, может быть какой-то первозданный факт, только из этого первозданного факта ничего не выведешь, и передать этот первозданный факт другому нельзя. Добро пожаловать в мир скептицизма, друзья. Чья пропасть в системных знаниях компенсируется умением увлекательным... Кулинарных блюд нет, я не сладкоежка, ни в коем случае нет. Ну, понятное дело, что журналисты не шарят в том, чем занимаются ученые. Ученые сами во многом не особо шарят в том, чем они занимаются вот на таком философском фундаментальном уровне. Они не понимают философию науки зачастую. И им свойственно принимать свои исследования, свою критику за нечто фундаментально важное, фундаментально критическое и даже скептическое, поскольку они же в чем-то там сомневаются, а в чем-то не сомневаются. Проблема Дока заключается в том, что он представитель обыкновенного саентизма, ничего в нем такого интересного сейчас я не вижу. Гребаные журналисты, гребаные научпоперы, это же в нижней проблема, да, правильно? Дженовезе, в которую всем сердцем поверил Конан Валентин. Что их волнует в первую очередь? Суть научных публикаций или сенсационность, кликбейтность материала, объективное изложение или трафик, количество читателей? В работе 2017 года группа исследователей... Так, Вячеслав, ну слушай, ученые смотрят в микроскоп, делают выводы. Понимаете, Вячеслав, начнем с этого момента. Кто угодно может посмотреть в микроскоп и сделать выводы о том, что там находится. Ну, например, какой-нибудь мистик смотрит в микроскоп, видит там движение каких-нибудь простейших организмов и говорит, что это не простейшие организмы, а человеческие души, например, и делает такие трактовки. Представляете себе? Прикольно, да? Но вот вам одна из трактовок. Ученые делают свою трактовку, а представители разных философских школ могут делать бесконечное множество возможных трактовок этих замечательных фактов. Потому что, по сути, то, что мы видим в микроскопе, это просто феномен. Феномен. Там некоторые вот такие вот штучки очень странные, очень странные формы порой, двигаются в каких-то, в общем-то, произвольных направлениях. Это, конечно, очень прикольно, но трактовать это можно огромным количеством способов. А потом используют их на практике. Ну, практика херня. Я, как обычно, отделяю практику от теории. Неважно, мы можем все, что угодно использовать на практике. Можно сказать, что хоть атомов и не увидишь, это удобно. Компьютеры же работают. Ну, работают и работают. Нет, Вячеслав, выводы, которые делают ученые, не работают на практике. То, что мы видим в микроскопе является живыми существами, организмами, на практике никак не работает. Мы можем проводить все те же самые практические действия, даже если будем верить, что вот эти вот организмы, это какие-то духи, мистерию. Мы можем проводить мистерию вливания различных веществ, танцы, пляски там, танцевать, плясать, но при этом практически все будет происходить точно так же. И работать будет практически точно так же. Это не потому, что наука работает, потому что мир работает. Все. Наука не есть мир, и наука не изучает мир напрямую. Наука его трактует. Вот и все, друзья. Вот и все. Мы можем сделать абсолютно все то же самое, что делают ученые, при этом не работая с научными теориями. Вот достигнуть того же самого, это, наверное, сложно было бы. Да, сложно. Потому что представители разных мистических направлений, например, не топили, наверное, знаете, не топили вот в эту самую практику. Даже не пытались. Просто представители многих философских школ и представители всяких, всяких мистерий, религий, не очень, не очень хотели топить вот в изучении вот этих вот самых вещей. Ученые первые люди, которые вот в своей методологии начали касаться таких вот областей, так скажем. Изучать те самые феномены, которые они изучают. Но имеют ли они абсолютную монополию на эти феномены? Нет, друзья, нет, не имеют. Не имеют и не должны ее более того иметь. Это очень догматично считать, что только ученые должны иметь монополию на вот это вот все, и плюс еще и на практику. С чего? Почему? Потому что исторически получилось так, что они что-то открыли? Потому что исторически получилось так, что они что-то используют? Потому что исторически получилось так, что их практика на данный момент самая высокоуровневая? Вы серьезно? Может быть, тогда следовало бы не изобретать вообще никаких ученых, потому что христиане до этого были тоже довольно-таки развиты. Зачем тогда нам ученые? Надо было убить всех ученых и оставить христиан. Они же были тогда наиболее... А нет, мусульмане тогда были развитые, простите. Надо было тогда убить всех христиан, всех ученых, китайцев. Вот, остались только вот мусульмане. Самые крутые, самые сильные, самые мощные, самые невероятные. Значит, вот они тогда были самые развитые. Всех остальных убиваем нахер, не даем им шанса высказаться. И окей, получается так, да, монополию у ислама оставляем, когда он был самый сильный. Хм, неплохой вариант, но нет, но нет. На самом деле мне не нравится такой вариант. С наукой, в принципе, так же можно работать. Наука действительно, действительно очень мощное течение мысли. Я считаю, что это течение мысли, направление мысли. И действительно оно очень мощное. Оно очень мощное. Оно невероятно мощное. И сейчас оно настолько мощное, как вот вообще никогда. Ни одна религия никогда настолько мощной не была. Это круто. Это круто. И огромное количество исследователей работает в научной парадигме. Это тоже невероятно круто, как бы. Но, ну какого хера наука должна быть единственной монополией, я никогда не понимал, не пойму и не буду понимать. Следователь задалась вопросом, хорошо ли справляются журналисты с освещением актуальной научной информации. За основу была взята база из 4723 исследований, представленных в 306 мета-аналиях. Ну, многие синдисты действительно настолько же агрессивны, как и религиозные фанатики, это не секрет. Это как будто так и есть. Для каждого исследования был проведен анализ освещения его в прессе. Согласно результатам, журналисты предпочитают писать про открытия, даже в случае, если те противоречат мета-анализам. И крайне редко оповещают читателей, в случае, если ранее описано... Матвей Силкин подвел как бы все, что я сказал под такой единый короткий вывод. Спасибо, Матвей. ...открытие... ...и звездочки. ...провернуто. А здесь я напоминаю, что в ситуации кризиса воспроизводимости, очень многие первичные исследования опровергаются последующими исследованиями по тому же вопросу. Журналисты также не сообщают об исследованиях, которые не привели к открытию, а показали отсутствие ожидаемых результатов. У пишущих на русском языке журналистов, как и у научпоп-блогеров... Ну, Вячеслав, простите, я просто очень много над этими вопросами работал в свое время, и поэтому у меня вызывает это определенная эмоция. Простите. Я, на самом деле, добрый чувак, и я, знаете, я не хочу... Убивать ученых-то я точно не хочу, ни в коем случае. Исчезновение науки никогда не требовал. Я не тот критик, который, знаете, прям уничтожает науку. Я тот критик, который дает основания для сомнения. Я не тот, кому нужно взять и... Нет, все, наука должна исчезнуть, или науку надо радикально менять, ни в коем случае. ...блогеров. Есть упрощенная схема создания материалов. Можно взять англоязычную статью, пересказать ее своей... Ого, Максим Пестряков, давайте. Мистик не может заглянуть в микроскоп. Может, потому что микроскопы есть, и мистики есть. Потому что микроскоп изначально... Ну, то есть, уже первая ошибка, вот она уже здесь. А потому что микроскоп изначально разработан с определенной функцией, работающей на оптических законах, и показывает именно то, для чего он предназначен. Вы знаете, когда появились первые линзы, Максим Пестряков? Задолго до возникновения науки. Здравствуйте. Три тысячи лет назад. Первые увеличительные линзы. Здравствуйте. Добрый день, друзья, добрый день. Ну, то есть, если так подумать, то вот если линзы изобрели не ученые люди, это значит, что ученые люди не должны иметь возможности, по вашей логике, пользоваться линзами. То есть, любыми увеличительными приборами они не должны пользоваться ввиду этого. Значит, ученые, ну, мудаки полные, которые используют чужие наработки. Да, ведь их нельзя использовать, оказывается, как вы сказали, Максим. Нельзя. Запрещено, запрещено использовать. Эх, запрещено использовать, да. Значит, ученые не должны этим пользоваться. Все. До свидания, ученые. Нельзя вам пользоваться увеличительными приборами и уменьшительными. Все. ...воим словами и проставить ссылки на источники, взяв их из оригинала. Это позволяет, в теории, не перепроверять источники, так как эту работу уже проделали редакторы оригинальной статьи. Все кажется таким далеким. Копии, снятые из копии. Снятые из еще одной копии. И ведь действительно, ничто не доходит до нас в первозданном виде. Мы не получаем чистую истину, а только лишь нечто, что может быть истиной с какой-то вероятностью. Если ученый не ошибся и не обманул, что было выбрано журналистам, описавшим это с некоторым приближением. Эволюция существует? Существует ли там, не знаю, еще что-нибудь? Огромное количество всего вообще. Что наука постулирует, как абсолютные истины, в которых не сомневается, там, не знаю, гравитация там существует? Отвечай или не отвечай. Что было подхвачено блогерам, которые это пересказал на свой лад. Но на самом деле нам вообще, в принципе, плевать, что некоторые научные исследования ошибаются. Тео, это зависит от определения науки. Если вы пройдете дисциплину философия, история науки, то вы поймете, что определения там не одно, их несколько просто. И в соответствии с разными определениями мы можем постулировать возникновение науки в разное время, в разные эпохи. От древней Греции до вообще, до первобытных времен, там, не знаю, и хоть до 20 века. То есть некоторые исследователи предполагают, что наука возникла только в 20 веке. В конце 19-го, в начале 20 века. Знаете почему? Потому что только тогда окончательно сформировались полноценные научные институты. Они были чисто научными, только тогда они сформировались, и тогда наука стала, так скажем, работой, профессией. То есть, вот поэтому можно критерию судить о том, когда возникла наука. Когда наука стала профессией, тогда ее стали называть наукой. Тогда это конец 19-го, начало 20-го где-то века. И уже люди там реально тупо работали, целые там институты мощные появились. Круто. Либо можно по методу. Мне больше нравится способ определения того, что такое наука с помощью метода. Когда возник научный метод, тогда возникла и наука. Научный метод возник где-то в эпоху Возрождения, там, или плюс-минус в начале Нового Времени. Да, начало Нового Времени, вот где-то вот так вот прошло. Бекон, Кортезий, ну, и у них предшественники, конечно, были, которые так или иначе над этим работали. Вот мне больше вот такой подход нравится. Греки, они не могли совместить вместе математику и эмпирический опыт, например. То есть, что забавно, заметьте, греки не могли этого сделать, потому что, с одной стороны, были платоники, которые радикально отрицали эмпирический опыт, но развивали математику. А с другой стороны, были эмпирики, которые отрицали идеализм платоников, но при этом развивали эмпирику. Научный метод тогда просто не мог состояться в целом в Греции Греки не очень хотели этого сделать Не очень могли, не очень даже желали, наверное Да, вот мы и подъехали к тем Нет, Тео, это недовольно маргинальная теория Их много теорий, их несколько И они официально в философии и теории науки прописаны Кому все это норм? Сцентризм, по сути, это философское воззрение Которое устанавливает, что единственным способом для получения знаний является... А нельзя использовать, а возможно использовать Мистик смотрит в микроскоп, видит объект в увеличении Как он сделает вывод, что это душа, а не составная часть материи А как вы сделали вывод, что это составная часть материи Вы это из головы придумали, так же и мистик это из головы придумает Все, что угодно придумает из головы, будет трактовать так, как захочет Максим Так же, как это в свое время сделали ученые в соответствии с естественной установкой Они взяли вот это вот из головы, придумали и начали трактовать это таким вот образом Опыт, который они видят непосредственно в микроскопах Это так работает, так работает вот то, что у вас вот здесь находится, ваша голова, ваше мышление Я не понимаю, ну, блин, вот это может быть секрет для вас, да? Что вы не просто берете в микроскоп, смотрите и созерцаете истину Митахондрия! О, господи, я вижу митохондрию! На ней же написано, что она митохондрия Кислород там! Но это не так работает, мы все это придумываем просто Мы придумываем, как это работает и пытаемся это подтверждать или опровергать В соответствии с определенными нашими терминами Это не то, чтобы мы лицезреем истину в фактах внезапно там В микроскопах и в телескопах Нет, это просто не так действует Мы много чего придумываем Лингвистические проблемы описания здесь имеют место И не только лингвистические проблемы описания Очень много всего, очень много проблем Очень много проблем вот с тем, что у нас вот здесь в голове находится А может даже не в голове, неважно Это же ученые говорят, что у нас в голове все это находится Но проблем описательных и неописательных очень много. И логических проблем очень много. У ученых просто свой метод познания, свой подход к описанию действительности, свой подход к описанию опыта, свой подход к описанию того, что они видят в микроскопах. Это хороший подход, это сильный подход, но есть другие подходы. Все. Их можно дальше развивать. Просто их никто не развивал. Я не только к наименованию прицепился, к классификации, Максим. Максим, здесь и наименования важны, и сущность важна, которая этими наименованиями дается. Это просто, это важно, это все важно. То, что вот все это материя, то, что все это реально существует, то, что это вот такая сущность, то, что мы просто уменьшаем. Может быть, ничего не уменьшаем, а? Максим, вы не думали, что мы, может быть, попадаем в определенный момент, в определенный мистический мир? Используем микроскоп, и мы не уменьшаем, а попадаем в мистический мир вот этих вот штучек-замечателек, Вот этих вот, там, не знаю, инфузорих туфелек, амеб замечательных. Вы не думали, что это может быть? Ученые изобретали увеличительный прибор, а получился портал в другие миры, например. А как вам такой тейк? Вот так вот, да. Ведь ученые же никогда не могли уменьшиться до размеров непосредственно вот этих вот самых инфузорих туфелек и проверить, а действительно микроскоп уменьшает все правильно. Вдруг это мистика, какая-то магия. А я, кстати, не отрицаю салепсизм. Я не отрицаю салепсизм вообще в принципе. Это одна из возможных теорий тоже. Меня она вполне тоже устраивает. Доказать или опровернуть салепсизм, на мой взгляд, ну тупо невозможно. ...что такая позиция не отвечает критерию Поппера на фальсифицируемость и, следовательно, является ненаучной. Сцинькизм, доведенный восторженными неофитами... Да, 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 ты тоже сцинькизм, чувак. Как бы окей. ...которно самого себя определяет, что только ученые эксклюзивно обладают правом определять истину. И как следствие, все, что говорят ученые, является научным. А значит... Так какая разница, как ты трактуешься, если на практике работает? Ну, окей, это все духи. Это духи, и все это работает на практике. Все. Но только это уже не наука. Как это соотносится с принципом работы линз, которые, ты сам говорил, изобретены еще в древности? Да никак. Понимаете? Потому что в линзе это не принципы изобретены, не законы оптики. Законы оптики это тоже своеобразная религия, вера определенная, методологическая. Изобретены сами линзы, и через них можно смотреть. Все. Все. Через линзы мы получаем определенные феномены. Определенные феномены. А феномены мы можем трактовать как угодно. Мы можем говорить, что мы увеличиваем и уменьшаем. А можем говорить, что просто что-то изменяется у нас перед глазами. И так далее, так далее, так далее. До бесконечности огромное количество всевозможных вариантов трактовки того, что, каким образом наше, в общем-то, восприятие меняет эта самая линза. Это ж все, это ж все так сложно. Значит, истинным. Научпоп-блогеры здесь выполняют роль жрецов, транслирующих чистое научное знание, добытое от ученых. Позиция жреца является привилегированной, и все, что он высказывает, собственно, и превращается в науку в этот момент. И попытка его поймать на плохих знаниях, вранье, подлоге провоцирует у жреца агрессивную реакцию защиты. Заметь, любой новый религиозный культ, в первую очередь, активно нападает на другие традиционные религиозные культы. Да, верно, наука так делает. Представите, многие сиентисты, многие научные блогеры, так или иначе, не многие научные блогеры, некоторые научные блогеры, и сиентисты, и научпоперы, ну, они ученые. Они ученые, они прям вот очень крутые ученые. Хокинг какой-нибудь, один из самых крутых ученых. Что такое феномен, абстракция? Вот феномен, это, наверное, единственное, что можно не называть абстракцией. Это то, что вы воспринимаете. Я ваш феномен сейчас. Бутылка феномен. Феномен, просто феномен. Что-то происходит, что-то двигается, что-то мелькает. Вы это видите, вы это как-то воспринимаете. Это феномен, это явление, это то, как что-то делает себя. Старокин, да смешной. Законы науки строго связаны с физическими феноменами и не являются предположением ученого. Где там была сила притяжения, пожалуйста? Я не знаю, я вот просто, вот пока она падала, я нигде не увидел, не почувствовал, не потрогал. Даже может, нет, я не знаю. Где она? Где она? Я не могу зафиксировать силу притяжения, господи. Как она работает? Не знаю, неизвестно. Да, действительно, клево выводы. Понимаете, в чем дело? Мой вывод о том, что там духи где-то обитают, это тоже такой же вывод из феноменов, строго связанный с физическими феноменами, которые мы видим. Ааа, вот все, вот все. Крайне нетерпим к религиям. За веру тебя здесь предадут анафеми. Верующий человек по умолчанию уже не может быть в чем-то прав. Не, здесь сложнее. Заслуживает осмеяние. Научь попера и просветители. Абстракция, да, потому что, ну, абстракция все кроме феномена, так получается. Феномен, он конкретен. Это то, что мы воспринимаем. Поэтому, кстати, в философии феноменология начала в определенный момент процветать, потому что, ну, надо было это исследовать. Эмпирический опыт, он более абстрактен, чем, например, феномен сам по себе. А вот видите, то, что там Максим Пекс-Пестриков там выдумывает, там про феномены, и не только он, ну, это все более абстрактная категория. Просто людям хочется, чтобы это было правдой. Сила притяжения была в расстоянии падения бутылочки. И некоторые феномены можно почувствовать через соответствующие приборы. Давайте помолимся на эти приборы, а? Максим... Ну, то есть, вы это верите, Старукин. Вот все. Максим Пестриков. Эй, нет, принципы работы тех же линз можно не только заглянув посмотреть на увеличение искажения, а, например, поджигая лупой какую-нибудь хрень. Круто. Только это никакого отношения к принципам не имеет, это практика тоже. Взваливают на себя священную миссию, просвещать дремучие массы и бороться с... Не, ну, то есть, ну, ребята, я понимаю, что вы все догматически верите в науку. Ну, не все, некоторые из вас. Например, Старухин и Максим Пестриков. Просто потому, что наука, вот, открыла такие замечательные вещи, и альтернатив у вас в образовании больше никаких не было. Ну, окей, это клево, это замечательная, крутая религия, вера, ну, просто признайтесь, что это уже вера, и все, что говорит наука, вообще все. Включая трактовки любых фактов, вообще абсолютно любых фактов, это все, это абсолютно все, это уже трактовки фактов, это не истина, это не сам факт в чистом виде, это их именно трактовки, это вера, вы верите в нее, вот все. Здесь нет никакого, ничего зазорного. Вы верите в то, что наука в некоторых вот таких вот вопросах говорит вам правду, вы базируете на этих вопросах свои рассуждения, вас образовывали с детства, вас учили с детства вот в это верить, этому поклоняться, по сути, ходили в университеты, вы, может быть, даже работаете на работе, в общем, какой-нибудь там инженером или кем-нибудь еще, и вам платят за то, что вы, в общем-то, проповедуете и на практике, и в теории вот эту самую замечательную религию, вот эти самые замечательные воззрения. А, Вячеслав, так а ты знал, что все феномены у тебя в голове происходят, или мы тоже существа только в твоей голове? Можно без головы обойтись? Просто есть некое что-то, что воспринимает феномены, перед нами есть феномены, перед вами есть феномены. Феномены, они просто есть. Из феноменов вы делаете все выводы, включая выводы о научных различных сущностях, законах и так далее. С теми, кто им в этом мешает. Хорошо, что эта миссия успешно монетизируется. А Старукин, я не знаю, откуда вы это выбили, но неважно. И вот мы доходим до самого низа пищевой цепи, до фундамента пищевой пирамиды, адепты сциентизма. Именно их поголовье монетизируется жрецами. Вот основные признаки, что перед вами планктон-сциентист. Он неоправданно много сыплет названиями логических ошибок, приводя их как довод просто по принципу грамматической или ассоциативной схожести. Для него прогрессивистская повестка является синонимом научности. Понимаете в чем дело? Вот эти умственно отсталые люди, которые здесь изображены, они реально умственно отсталые и с ними ничего не поделаешь. Но основная проблема не в них, основная проблема в таких как Док. Потому что Док абсолютно уверен в своей правоте в данном случае. Этих ребят легко опровергнуть. С ними очень легко иметь дело. Док не по-моему сиентист, он просто примерный сиентист. Такой обычный сиентист. В нем как бы нет ничего не сиентического. Он отличный, обычный, ничем не выделяющийся сиентист. Вот все. С дурачками иметь дело просто. А вот с людьми, которые в принципе не глупые, но при этом проповедуют научную догму, с ними действительно сложно. Они являются основной проблемой. Они распространяют науку как религию и не дают в ней сомневаться. Шадов, а почему логика считается правдой в последней инстанции? Потому что мы развивались в рамках европейской культуры, в которой доминировали две основные философии. Это философия Платона и философия Аристотеля. Второй как бы логику развивал. Все. Все. Поэтому этот метод возобладал. Он уверен, что все важные вопросы такие как... Друзья, у меня уже были по сути разговоры, дебаты с сиентистами, с Бояршиновым, с Алиповым. Я не скажу, что я их жестко выносил, но побеседовали мы довольно мило. И результаты этих бесед, знаете ли, во многом были в мою сторону. Во многом. Потому что по ряду вопросов я заставил их как бы усомниться, подумать, посидеть и признать даже в некоторых аспектах мою правоту. Ну то есть было хорошо. Такие беседы меня вполне устраивают. А жесткие дебаты, там, знаете, там победит тот, кто будет громче орать. Я не уверен, что я буду вот так же громко орать на дебатах с доком каким-нибудь. Как я могу это сделать, критикую его видео. Как глобальное потепление или гомофобия ультимативно научно обоснованы. Он сильно озабочен необходимостью разоблачать экстрасенсов, гомеопатов и верунов. Он предпочитает смотреть Black Hat научпоп, в котором нет места сомнениям или хотя бы конкуренции научных идей. Ну, блин, проблема не во всем этом. Это все вообще поверхность. Это вообще поверхностное. То же самое, что брать и критиковать, знаете... Мы, например, хотим критиковать христиан внезапно. И знаете, кого мы выбираем? Мы критикуем не попов, мы критикуем не теологов ни в коем случае, мы критикуем не каких-нибудь там важных философов христианских. Нет, мы обращаем свое внимание на обычного среднестатистического христианина. Представляете себе? На обычного христианина, который особо ничем не отличается от других глупых людей. Круто, круто. Осьминог бесконечности. Окей, анти-бумер. Как без личного опыта узнать истину, если даже экспериментальные доказательства это вера? Да никак, Старукин. Вы не поняли, что я абсолютный скептик? Ну, то есть, блин. Может быть, как-нибудь и можно. Может быть, вы с помощью эмпирического опыта узнаете истину. Но это все равно вера. Это не меняет того факта, что это вера. Вы убеждены, что это так работает. Вы убеждены, что это так работает. И только вот поэтому вы можете дальше методологически как-то действовать. Вот и все. Вера может быть правильной вполне. Ваши убеждения могут быть правильными. Только проблема заключается в том, что они могут оказаться неправильными. Они могут быть правильными, а могут быть неправильными. Все. Может быть, эмпирическая методология реально правильная. Может быть, не исключено. А может и нет. Может и нет. И в этом заключается одна из основных проблем, с которыми нам приходится работать, и из-за которых я могу сомневаться в науке. Просто ощущение в обоих предыдущих слусах, будто бы вы совсем друг друга поняли. Ну, я с феноменологией работаю сейчас, в данном случае. Так, сейчас, мое лицо слишком мрачное, давайте засветим меня спереди. Вот, так получше, да, будет? Продолжаем тогда веселиться. Ну, то есть, док молодец, он выбрал слабых и начал их пинать, назвал их санитистами. Проблема в том, что он сам санитист. Все. Декларируемые им убеждения редко применяются к самому себе или к любимому жрецу. Фирменная смешевская «будьте критичны к своим убеждениям». Ну да, не критические, а критическое мышление. Вообще, на самом деле, критического мышления не существует. Все люди, которые так или иначе тыкают нас критическим мышлением, это просто верующие тупые ублюдки, которые нихера не понимают в этом мире, в критике и не способны к рефлексии. ...буждением на практике означает, что будьте критичны к убеждениям тех людей, которые с вами не согласны. Может ввести в заблуждение использование ими научных терминов или квазинаучные риторики, их умение гуглить ссылки на научные публикации. Все это — мимикрия, попытки мухи стать осой. Если пропагандируемый ими взгляд на мир не соотносится с идеалами научных изысканий и сомнений, если авторитет подменяет необходимость устанавливать истину, то не бойтесь говорить им, что их король, с научной точки зрения, голый. Если бы метод познания имел такую же природу, как и феномен, то метод был бы норм. Нет, нет. Феномен — это просто явление, уважаемое, вы не понимаете, Вячеслав. Это просто то, что вам является, это то, что вы ощущаете. Феномен вообще может не иметь никакого отношения к истине, к реальности и вообще к чему бы там ни было. Понимаете, в чем проблема-то основная? Любой феномен можно воспринимать, ну, как просто явленность, как иллюзию, например. И в этом смысле, если феномен в целости, ну, вообще является, вот, в общем-то, иллюзией, вы из этого ничего, в общем-то, не выведите. Ваши воззрения будут ложными. Да, Егор, да, я согласен, что это надоедает, потому что я постоянно повторяю одни и те же вещи, люди не хотят читать мои статьи, книги по, в общем-то, критике науки, а там все уже написано, и мне действительно приходится повторять одно и то уже раз за разом. Хотя, на самом деле, я постепенно оттачиваю свои, в общем-то, инструменты критики, но я не уверен, что я хочу потратить на это всю жизнь. Шадов, кто из известных философов, кроме Нитши, были ярыми антисоентистами? Ну, Нитши не то чтобы был ярым антисоентистом, у него были... У него была, в общем-то, определенная любовь к физиологии, например. К физиологии была. А физиология определенная наука. Но, по большей части, да, он критик логики, критик многих других интересных вещей. Да вообще, практически любой великий философ критик науки. Как ни странно, как ни странно. Я даже говорю так, любой мыслящий человек должен быть антисоентистом. Ну, потому что не может быть такого, что мыслящий человек одновременно во всем согласен с наукой. Вот так, мне кажется. Ни разу не видел. Это просто по определению противоречиво. Гегель... Был ли Гегель антисоентистом, например? Может быть, он не боролся против науки. Но он говорил, напоминаю вам, великую одну фразу. Если факты не соответствуют моей теории... Если факты не соответствуют моей теории, тем хуже для фактов. Тем хуже для фактов. Гегель был, получается, антисоентистом. Какой там у Ницше критерий истинности? Да, скорее всего, соответствие воле. Он вообще с истиной... Он Ницше критиковал истину, насколько я помню. И вообще решать, что истина, что не истина, по Ницше не очень адекватно. А сомневаться к бесконечности. Если сомневаться во всем, то на основе чего доказывает сомнительность доказательств? На основе того, что мы сомневаемся в доказательствах. Не знаю, кто у нас еще критик науки. Шеллинг, может быть, он не до конца критиковал науку, не до конца. Антисоентистом был, по сути. Но в его учении присутствует нечто большее, чем есть в науке. Нечто большее, с чем работает наука. И вот трансцендентальная философия больше, чем то, что есть в науке. Он больше, чем наука. Так. Ну, аристетельянцы не сиентисты, потому что перипатетики возникли задолго до возникновения науки в целом. Ну, как таковой целостной системы. Когда мы начали называть каких-то людей реально учеными. Хайдегер критик. Хайдегер прям критик науки. Честно, я не знаю, кого еще, какого громкого мыслителя, создавшего свое учение, можно назвать сиентистом. Не знаю, вообще ни одного не знаю. Потому что обычно эти учения противоречат научному дискурсу. Продолжение следует...